Всем привет! Здрасте! С вами снова я, Ольга Романова, Ромашка, и мой канал Училка физкультуры в Эмиратах. Сегодня у нас вторая часть видео, как получить работу в Эмиратах. Если не смотрели первую часть, я оставлю ее под этим вот ссылочкой. Пожалуйста, заходите, смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь, буду благодарна. А сегодня вторая часть собеседования. Итак, меня выбрали на собеседование в частную школу Эляйна, как учителя по плаванию. Эляйн – это городок, точнее, ну, город, городок, он по сравнению с Дубай и Абудаби. Это город на границе Амана, здесь нет моря до Дубая, до Абудаби, и полтора-два часа на машине или на автобусе. Здесь много хороших частных школ. Даже скажу, наверное, большинство школ Эмиратов сосредоточено именно в Эляйне. Я даже на карте потом искала, что за город такой, откуда мне пришло, это где, это возле моря, да? Это не возле моря, ну, ничего, договорились, будем собеседоваться. Там требовался учитель по плаванию. Мне хорошо, что я вот снял многофункционально. Я работала и в зале тренажерном, и по плаванию работала, и скажу вам на будущее, и футбол мне в Эмиратах очень пригодился. Собеседование назначили на 13 апреля. Тогда вот приглашение на собеседование пришло вот 7 апреля. Мы договаривались, выясняли свободное время, день, и вот мы договорились через 6 дней на 13 апреля. Что вам нужно на собеседование? Конечно, во-первых, появиться вовремя. В зуме, в скайпе, вовремя или за 2-3 минуты. Потому что если вы опоздаете, это уже будет очень нехороший звоночек для вашего работодателя. Дальше. Одеться строго. У меня была длинная рубашка. Обязательно посмотрите прическу в зеркало. Никакого взрыва на макаронной фабрике. Посмотрите зубы. Не застряло ли там чего. Это очень важно. Дальше. Фон, на котором вы сидите. Вот сейчас у меня идеальный фон. Белая стена. Либо же какие-то адекватные обои, либо нормальные картины. Пожалуйста. Если у вас сзади есть фотографии с голыми людьми, убейте их оттуда. Фон должен соответствовать. И вы должны соответствовать той работе, на которую вы нанимаетесь. Я, конечно, могла бы присесть в купальнички или в гидрокостюмы, но это Эмираты, думаю, не сработало бы. Что еще важно? Шумовой фон. Никакого грюканья, стуканья к кастрюль. Никакого мяуканья ваших котов. Кстати, у меня не было возможности сделать интервью дома. Я поехала к подружке. У него хороший задний фон. Мы установили компьютер. Еще у него есть чудесный кот Кеша. Корнишек. Он так пытался мне помочь, так мяукал и так рвался, что моей подружке пришлось сидеть, закрыть ему пасть, вот так вот, прижать к себе и не впускать. Все 25 минут. Вот сейчас я, правда, думаю, если бы во время интервью бежал котик, прыгнул мне на колени, показался в камеру, это была бы такая милота, но, наверное, все-таки лучше не рисковать. Дальше. Что вас будут спрашивать? Вас будут спрашивать ваше же резюме. Просто выучите его на английском. Вас будут спрашивать о работе, о вашем опыте и кем вы себя видите в будущем. В этой школе меня спросили, кем вы себя видите в будущем. Вот такого вопроса, кстати, я не ждала, поэтому я ответила. Я вижу, что я расту как учитель, мои студенты растут, у меня появляется больше опыта. Слава Богу, я знала, что не надо говорить, что я там хочу быть главой департмента, потому что глава департмента вас-то и собеседует. Зачем им конкурент? Ну, то есть такое вот говорите, очень приближение. Не говорите, что я там уйду потом на другую работу. Зачем вы тогда им? То есть просто вот думайте, что все, что вы отвечаете, должно быть связано с вот этой работой. Я хочу эту школу, я хочу расти с этой школы, я хочу, чтобы мои студенты росли. В общем, отвечайте правильно то, что работодатель хочет от вас услышать. И, конечно, всегда старайтесь улыбаться и смотреть в глаза собеседнику. Насчет английского, кстати, я учила английский в школе, учила его на одних курсах, на вторых курсах. Ездила по месяцу в Канаду и в Америку, ездила учить английский. Там есть и программы для, ну, не как work and travel, а просто есть, когда ты вот едешь на курсы, тебе предоставляют жилье, предоставляют курсы, ты учишь английский и смотришь за одну страну. Очень классно. Я посмотрела странные, они мне очень нравятся, но, опять-таки, эмиграция – это не мое. Самый прикол был в том, что когда один из представителей школы, Кевин, стал мне рассказывать мои обязанности на английском, о работе, о школе, я сижу и понимаю, что я вообще ничего не понимаю. У него такой английский. Я поняла, что, наверное, английский я не знаю, но я не впала в шок. На той неделе как раз я смотрела сериал «Белый воротничок» или «Белые воротнички». Поправьте меня в комментариях. Там был такой мошенник, красавчик Нил Кефри. У меня такой вот покерфейс всегда был. Часто он так проводил людей. Почему бы не взять такой лайфхак? Я делаю покерфейс. И так, улыбаюсь так. И Кевин мне рассказывает, а я ничего не понимаю. Вот. Меня собеседовали трое представителей школы, и я им понравилась. То есть из всех выбрали меня. Повезло. Но опять-таки, надо делать, надо постить резюме, надо идти на собеседование. В конце концов, плохой опыт – это тоже опыт. Последний вопрос. Меня спросили, какая у меня будет зарплата. И на следующий день… Ну, то есть какая зарплата, они спросили, а я им ответила, какую бы я хотела зарплату. И на следующий день мне уже прислали offer letter. А offer letter – это трудовой договор с предложением о работе, на основе которого уже открывают визу в Эмиратах. И, кстати, в конце каждого интервью не стесняйтесь спросить, а как я вам, как мое интервью, как оно прошло, мое интервью, если вы заинтересованы в работе. Если вы видите, что вам работа не нравится, что как-то вы вот уже не готовы туда ехать, тогда можно не спрашивать. Но если вы заинтересованы, покажите, что вы хотите, что вы заинтересованы. А как я вам? Может ли что-то еще вам рассказать обо мне? Задайте какой-то дополнительный вопрос. И люди поймут, что действительно вы хотите у них работать. Это приятно. Вот такое сегодня у нас было с вами интервью. Я вас собеседовала, рассказала вам все лайфхаки, которые я знаю, которые я прошла. Не уходите от нашего канала. Будет много интересного, много рассказов про Эмиратах, много интересных историй, еще много интересных советов, полезных и важных. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего вам доброго.